Перед массажем исключительно полезны тепловые процедуры. При этом солярий должен быть строго дозирован около 15 минут в неделю. В домашних условиях вы можете практиковать ежедневный самомассаж с помощью специальных щеток, рукавиц, массажера. Оказывая стимулирующее воздействие на поверхность кожи, мы влияем на соединительные ткани. Эта процедура не сжигает жиров, но заставляет организм работать на новом уровне эффективности. Инструкция по выполнению массажа. Используйте самомассаж ежедневно по 3-5 минут. Выполняйте массаж от периферии к центру. При венозных расширениях, разрывах капилляров не увеличивайте излишней силы воздействия. Не массируйте участки с повреждениями кожного покрова. Не должно быть болевых ощущений. Массаж на каждой зоне показан не более 20 минут. Наиболее эффективен специальный антицеллюлитный массаж, выполняемый профессиональным массажистом с употреблением антицеллюлитных кремов. В домашних условиях с профилактической целью доступны следующие приемы массажа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Любой массаж начинается с наиболее распространенного приема – поглаживания. Он вызывает приятное ощущение тепла, устраняет застойные явления. При поглаживании рука массажиста лежит плотно на кожу, равномерно касаясь всех ее участков. Это достигается расслаблением кисти, ритмично и легко скользя по коже. Этот прием следует почти за всеми массажными приемами. При растирании кожу смещают вместе с подлежащими тканями. Этот прием способствует усилению кровоснабжения и лимфообразования, рассасыванию различных патологических отложений. Растирание является основным приемом, когда необходимо быстро согреть какой-либо ограниченный участок тела. Растирание всегда комбинируется с поглаживанием. Редактор субтитров А.Семкин Растирание подушечками пальцев. Кругообразные движения, как одним пальцем, так и четырьмя, делаются по направлению от себя, с обязательной опорой на большой палец. Или опорой на четыре пальца, когда растирает большой. Прием можно выполнять с отягощением. Заканчиваем прием поглаживанием. Это активизирует тонус мышечных волокон, улучшает эластичность и упругость кожи. Гребнеобразное растирание выполняется прямолинейно, спиралевидно, одной-двумя руками или с отягощением. Применяется в местах малорошаемых волокон. Заканчиваем прием поглаживанием. Разминание поперечное, попеременное. При разминании мышечные пучки как бы приподнимаются, оттягиваются из костного ложа. Разминаются между пальцами массажиста. Массируемые мышцы должны быть полностью расслаблены. Выполняем поглаживание с отягощением. Это когда одна рука кладется на другую. Растирание основанием ладони. В отличие от других приемов, этот не всегда проводится по ходу кровеносных и лимфатических сосудов. Разминание выполняется медленно, плавно, безболезненно. Продолжение следует... Заканчиваем прием поглаживания. И еще один вид разминания. Валяние. Нечто среднее между разминанием и потряхиванием. Применяется для расслабления, снятия мышечного напряжения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова